Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я рад, что мне предстоит сегодня завершить этот трудный первый день и расскажу о нашей Липецкой области. Надеемся на это. Раковый регистр Липецкой области, он организован в составе организационно-методического отдела Липецкого областного онкологического диспансера. Я являюсь заведующим раковым регистром вот от контактной данной. Наша область, как вы видите, компактная. Население составляет 1 157 000, 45 место в России. И с каждым годом, это данные на 1 января 2015 года, и с каждым годом у нас население уменьшается за счет превышения смертности, надрождаемости. И миграционная политика немножко нас не спасает, как бы все равно смертность превышает. Площадь Липецкой области мы находимся на 72 месте в России. Вследствие того, что наша область компактная, основная онкологическая служба у нас централизована в властном центре, в городе Липецке. Мощный онкологический диспансер на 300 коек, ну, относительно, конечно. И где оказывается основная помощь. Имеется 18 районов, в каждом имеется первичный онкологический кабинет. Проблемы также с онкологами, как вот предыдущие докладчики говорили. И 13 первичных кабинетов в самом городе Липецке. Вот показатели, стандартизованные по возрасту Липецкой области до 14-й год. По стандартизованной заболеваемости и смертности. Как мы видим, что, ну, исключая, конечно, кожу, на первом месте у нас молочная железа. Далее идут трахеи, желудок, трахеи легкие, желудок, ободочная кишка, тело матки и так далее. По смертности у нас на первом месте традиционно это рак легкого, рак желудка на втором месте с отрывом, молочная железа, прямая кишка. Это вот список из 15 наиболее значимых локализаций. Ну и, пардон, источники регистрации тоже традиционные. Мы действуем в соответствии с приказом номер, прошу прощения, номер 135. И все эти данные аккумулируются в нашем диспансере. Все эти источники, учетные документы к нам стекаются. Диспансер из других кабинетов, из самого диспансера, из других регионов Российской Федерации. Мы также используем в своей работе выписки из медицинских карт амбулаторного стационарного больного, медицинские карты амбулаторного стационарного больного. И у нас в области действует медицинская информационная система «Квазар». Мы тоже получаем данные из этой системы. Также пользуемся сведениями нашего медицинского информационно-аналитического центра. И непосредственно делаем запросы медицинской организации области. Регулярно проводятся сверки с первичными онкокабинетами, благодаря чему мы можем выявлять пациентов, которые у нас не проходили по диспансеру. Мы используем в своей работе программу «Канцерегист 6.В». Версия продукта немножко устарела 6.3, но мы уже получили обновление версии продукта 6.4 и бета-версию 6.5. И установим ее в ближайшее время после моего приезда. Проблемы. Проблемы связаны с тем, что немножко кодификаторы устарели и не соответствуют соответствующим названиям операций и морфологических форм. Опять же, неправильное и неполное заполнение учетной документации, которая создает трудности для регистрации. Отсутствие возможности получения информации из органов ЗАГС. У нас была проблема актуальна на момент создания этой презентации. Буквально перед тем, как мы сюда приехали, мы эту проблему уже начали решать. И мы, я думаю, будем получать сведения из ЗАГСов о умерших больных более точно. Дело в том, что до февраля-января этого месяца мы данные все брали из нашего территориального органа статистики в виде выписок со свидетельств о смерти. Но с февраля месяца там стали аккумулироваться только деперсонифицированные данные, поэтому они нам перестали давать то, что нам нужно. И мы сейчас наладили связи с ЗАГСами, с городским ЗАГСом, с районными ЗАГСами и, думаю, в ближайшее время будем получать информацию. Ну и, как мы считаем, все-таки нам в ближайшее время, надеемся, будет какое-то обновление этого приказа, этих форм, этих кодификаторов в соответствии с новыми методами лучевой терапии, других видов лечения. И все-таки у нас такая проблема, при заполнении первичных документов, которые к нам поступают, доктора часто делают ошибки. Поэтому здесь мы хотели бы перейти, может быть, на такую систему, которая исключает эти ошибки, я имею в виду информационную систему. И необходимо заниматься обучением специалистов общей лечебной сети, которая занимается выявлением правильного заполнения первичной документации для исключения ошибок. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Вопросы, предложения, комментарии? У меня есть комментарии. Я считаю, что в вашей презентации важно следующее. Вы отметили, насколько важна точность кодирования в раковом регистре. И насколько важно иметь персонал, который сможет правильно эти записи делать и вводить эти данные. Это очень важно. Поэтому вы должны непрерывно обучать своих сотрудников и проверять свои данные. Если у вас будет замечена какая-то ошибка, неправильно записан код, и эта ошибка будет повторяться регулярно, то это может изменить всю картину отчетности. Это может оказаться очень серьезной ошибкой. И это будет нарушением общих стандартов работы, о которых мы договорились. И тогда будет трудно сравнивать ваши данные с данными других регионов. И вы говорили о современных и новых системах. Очень важно, чтобы они были задействованы. Мы вот чему обучаем на нашем курсе. Это принципы современной регистрации раковых заболеваний. И для этого нужны определенные навыки. Им нужно обучать и просто в процессе работы, и во время специально организованных мероприятий. И я думаю, что при переходе с бумажных носителей на электронные нельзя надеяться, что данные станут при этом идеальными. Потому что и в электронной форме плохо обученный специалист может продолжать делать те же ошибки с кодификацией, как и на бумажных носителей. Так что автоматически нельзя избавиться от человеческого фактора. От всех ошибок нельзя застраховаться. Поэтому необходим контроль данных. Он должен быть внедрен. Так что важно проверять и данные, и уровень навыков, и многое другое. Но все равно информация, которую вы уже собрали, это как бы креугольный камень, на котором вся система основывается. И, пожалуй, самым важным является работа, которая проделывается в раковом регистре. Так что с компьютером или без, нужен хорошо обученный персонал. Спасибо. Спасибо.